Автолюбители стали вовремя оплачивать административные штрафы за последние несколько лет. Число неплательщиков значительно снизилось. Тема продолжит Татьяна Бойко. Штрафы неоплачены имеются? Нет. Пойдемте гоним? Пойдемте. При проверке документов автоинспекторы по базе данных обязательно выясняют, есть ли у автолюбителя неоплаченные штрафы. Как показывает практика, в последнее время количество должников значительно снизилось. Метод пряника сделал свое дело. Уже два года действует 50-процентная скидка для тех, кто штрафы оплачивает в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Все в порядке. Неоплаченных штрафов нет. Счастливого пути. Но не все нарушители ПДД успевают воспользоваться услугой половинка штрафа. Как правило, это касается тех, кто попал в поле зрения дорожной камеры. Так называемые письма счастья не всегда приходят вовремя. Поэтому автоинспекторы советуют автолюбителям самим взять за правило отслеживать наличие штрафов. Можно приходить, допустим, в приемное время к нам, узнавать о своих штрафах. Можно зарегистрироваться на сайте госуслуг. То есть там тоже есть такая функция, как проверка штрафов именно по транспортному средству. Соответственно, если человек заходит на сайт госуслуг, он видит, есть ли у него какие-то неоплаченные штрафы, там же может оплатить. В списки должников попадают те, кто не оплатил штраф в течение 70 дней. Нередко неплательщиками становятся и те, кто сменил место жительства и не перерегистрировал автомобиль в ГИБДД. Человек, когда приходит регистрировать автомобиль, он указывает свой адрес места жительства, адрес прописки. Соответственно, эта информация хранится в карточке регистрации транспортного средства. Когда выносится постановление по камерам автоматической фиксации, соответственно, информация берется из базы данных. То есть мы не знаем, переехал человек на другой адрес или нет. То есть мы направляем письмо именно на тот адрес, который был указан в карточке регистрации транспортного средства. На тех, кто вовремя не оплачивает штрафы, автоинспекторы составляют административные протоколы. Решение по таким материалам выносит мировой судья. Законодательством предусмотрено наложение административного штрафа в двухкварадном размере от суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательной работы до 50 часов. В прошлом году было наложено почти 40 арестов. Составлено 605 административных материалов по статье «Несвоевременная уплата административного штрафа». Еще два года назад неплательщиков в базе данных было на треть больше. Натя Найбойко, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.